Это чрезвычайно загадочное событие произошло 27 января 1995 года на Американской Антарктической научной станции. Погода с утра не задалась. В небе над полюсом кружил густой серый туман. Полярники приняли его за обычный смерч. Однако время шло, а так называемый смерч не менял формы и не перемещался. Ученые интуитивно почувствовали, что являются свидетелями чего-то необычного. Они решили поднять в небо метеорологический зонд, чтобы попытаться определить природу странного атмосферного явления. Но когда была нажата кнопка «Запуск», хронометр измерительного блока показал тот же день и месяц, но совершенно другой год. 1965-й. Это означало, что запуск проводился не сейчас, а в прошлом. То есть ровно три десятилетия назад. Все присутствующие переглянулись. Как такое могло случиться? Неужели в аппаратуре произошел сбой? Все было многократно проверено. В экспедиции работают только профессионалы. Ученые пришли в замешательство. Они стали повторять попытки запуска зонда, однако хронометр всякий раз показывал давно минувшую эпоху. Все тот же 1965-й год. И только тогда, когда странный неподвижный смерч внезапно исчез, прибор восстановил реальное время. Полярники поняли, произошло что-то неординарное, что заставило их на какие-то мгновения оказаться в прошлом. В августе 1994 года, то есть шестью месяцами ранее странного инцидента с хронометром на американской полярной станции, в водах Северной Атлантики произошло еще более загадочное происшествие. Команда норвежского рыболовного траулера заметила в море спасательный круг с человеком. Когда подошли ближе, то обомлели. Это был годовалый ребенок. Девочка. Изрядно замерзшая, но абсолютно здоровая. Но более всего, видавших виды рыбаков, обескуражил сам спасательный круг, к которому была привязана малышка. На круге была надпись. Титания. Уже на берегу, когда уточнялась личность спасенной, специалисты иммиграционной службы были повергнуты в шок. Девочка оказалась одной из пассажирок того самого «Титаника», затонувшего в 1912 году. В архивных документах сохранилось упоминание, что ребенку от роду было 11 месяцев, когда она с мамой попала на борт печально знаменитого океанского лайнера. С тех пор она не стала старше ни на один день. Что же на самом деле произошло? Человек, исчезнувший 82 года назад, неожиданно явился таким, словно и не было этих нескольких десятков лет. Ответить на этот вопрос официальная наука не решается. Но некоторые исследователи и эзотерики утверждают, это особое явление. И имеет оно свое четкое название – «Врата времени». На самом деле «Врата времени» – это условное понятие, которое может характеризовать некий портал между сегодняшним днем и прошлым или будущим. Одно из двух – исчезали люди и появлялись в прошлом, и исчезали, и, видимо, появлялись в будущем. Понять то, что они появлялись в будущем, мы да сейчас не можем, это только будущее покажет. А то, что современные люди появлялись в прошлом, а люди из прошлого живут рядом с нами, факты имеются. Первыми наявления «Врата времени» стали обращать серьезное внимание советские и американские военные летчики, которые во времена Холодной войны патрулировали приграничные территории. Вполне логично, что все факты загадочных инцидентов, происходивших во время таких полетов, строго засекречивались. Но все же некоторые данные просачивались. Рапорты о попадании летчиков во «Врата времени» достаточно скудные. 1976 год. Советский летчик-истребитель Виктор Орлов сообщил, что, совершая полет на МиГ-25, своими глазами видел разворачивающиеся прямо под крылом его самолета военные действия, где использовались пушки и ружья 19 века. Специалисты пришли к выводу, что пилот наблюдал битву, происшедшую в 1863 году близ города Геттисберга. 1993 год. Американский пилот Рой Уитман, совершавший полет над штатом Флорида, внезапно увидел, что внизу находится территория, похожая на средневековую Европу. «Я увидел огромный костер, и рядом с ним груды человеческих тел», рассказывал летчик. Возможно, он попал в то время, когда в Европе свирепствовала чума. Еще один летчик военно-воздушных сил НАТО рассказал о том, как вошел в плотный туман, а вынырнул из него в самый гуще воздушного боя, развернувшегося во время Второй мировой войны. Как союзники, так и немцы, по словам пилота, при виде его современного самолета, разлетелись кто куда. Все путешествия длились не более 20 секунд, и летчики совершали их как на сверхзвуковых, так и на дозвуковых скоростях. Специалисты, изучающие аномальные явления, считают, что врата времени — это некий шлюз для перехода из мира реального в мир параллельный. Предположение о существовании параллельного мира было высказано еще в 50-х годах 20-го столетия в США. А впоследствии это доказали несколько ученых Оксфордского университета, работающих в области квантовой механики. И в частности, провалились такие эксперименты, просто человек вставил камеру, снимал улицу, скажем, московскую. И наряду с обычной картиной улицы, с людьми, человек получал еще наложение другой картинки, фигуры в балахонах, еще что-то такое, понимаете? То есть такое ощущение, что с помощью визуализации этих областей невидимых спектра мы получали еще визуализацию некого параллельного мира, параллельной реальности. Кстати, гипотезы о параллельных мирах выдвигали и наши соотечественники, в их числе академик Моисей Марков. Он считал, что есть несколько миров, отстоящих друг от друга на кванты времени, в которых последовательно происходят одинаковые процессы. А посему, если научиться переходить из мира в мир, то можно посетить и свое прошлое, и будущее. Другой российский ученый, профессор Пулковской обсерватории Николай Козырев, утверждал, что существуют вселенные, параллельные нашей, а между ними есть туннели, черные и белые дыры. По черным дырам из нашей Вселенной уходит в параллельные миры материя, а по белым от них к нам поступает энергия. Исследователи, изучающие различные феномены, связанные с перемещением человека во времени и пространстве, утверждают, что перескочить из реального мира в другой непросто. Параллельные линии, как известно, не пересекаются. Но есть определенные районы этих линий, где граница истончается, и там как раз и могут находиться так называемые места переходов. Есть места переходов, которые действуют практически постоянно во время каких-то неизвестных нам факторов, неизвестных сочетаний, неизвестных физических воздействий. Одним словом, есть наверняка патогенные, аномальные зоны, где переходы в другие пространства и измерения могут происходить в любой момент, условно говоря, круглосуточно, 24 часа в сутки. Одну из таких аномальных зон, где находится так называемое постоянное место перехода из реального мира в параллельный, исследователи называют остров Барсакельмес на северо-западе Аральского моря. Само слово Барсакельмес в переводе с тюркского буквально означает «пойдешь, не вернешься». Это место с древних времен пользовалось у местного населения дурной славой. А все потому, что на острове постоянно исчезали люди. Причем объяснить причину их исчезновения никто не мог. Пропадали люди вплоть до конца прошлого столетия. Там находилась загадочная советская станция, научная станция, которая изучала полеты саранчи, как ни странно. Одно время у нас в стране очень увлекались созданием не только бактериологического и климатического, и тектонического оружия, но и биологического оружия, такого, как, например, руководимая человеком стаи саранчи, которые могут уничтожать, как известно, целые сотни гектаров за считанные часы. Этот остров, видимо, там находился какой-то вход в другое измерение. Среди местного населения сохранились свидетельства того, что на острове неоднократно появлялись загадочные незнакомцы из неизвестных культур и других эпох. В частности, в 1984 году наряд милиции задержал человека, который пытался покинуть барса Кельмес на рыбацкой лодке. Мужчина этот был одет в шелковую одежду красного цвета и разговаривал не то на японском, не то на китайском языке. В результате длительных поисков милиционеры нашли нужного переводчика. Когда начался допрос, переводчик был удивлен до предела. Задержанный говорил на редчайшем диалекте японского языка, который существовал в стране восходящего солнца три столетия назад. В ходе дознания незнакомец поведал о том, что он японец, что родился в 1718 году и принадлежит к императорскому роду. Он также добавил, что путешествовал на корабле по Тихому океану, но попал в шторм и вдруг оказался на берегу острова в Аральском море. То есть там, где его и задержали советские милиционеры. Ученые уверены в том, что этот случай, а также множество подобных, свидетельствуют о том, что на нашей планете существует немало мест, в которых происходят странные вещи. В Москве просто существует несколько таких так называемых геопатогенных зон. Они есть, например, в Останкине. Само-то слово какое, в общем, если подумать. Вот. В районе Хорошевки. Это одна из самых тяжелых геопатогенных зон. Те, кто там оказывается, а там бывает, в общем-то, сравнительно мало людей, все они в той или иной степени подвержены этому какому-то воздействию. То есть они приходят туда и чувствуют, что если они как бы не остановятся, а пойдут дальше, то они могут просто исчезнуть. То есть какой-то подсознательный страх держит многих на этой границе, не дает ступить дальше. А те, кто ступает дальше, те исчезают. В средневековой Европе те места, в которых происходили пространственно-временные аномалии, назывались ловушками дьявола. Например, на дороге, ведущей в Дрезден, когда-то стоял большой валон, посредине которого было широкое отверстие. Внешне этот камень напоминал ворота. Если верить дрезденским хроникам, которые утверждают, что любой путешественник, проходящий через это отверстие в камне, исчезал без следа, то вполне можно предположить, что это и есть врата времени. В 1546 году городской магистрат принял решение о том, чтобы выкопать рядом с этим валуном глубокую яму, после чего свалить туда колдовской камень и засыпать его землей. Но это не помогло. Говорят, люди пропадают там и сейчас. При этом исследователи уверены, что так называемых ловушек дьявола тысячи, и расставлены они по всей планете. У нас в стране, да и в мире тоже, но в стране просто чудовищная статистика исчезновения людей. У нас исчезают, по-моему, 12 тысяч человек в год. Без следа. То есть не тех, которые найдены, а которые не найдены. То есть я считаю, что часть этих людей может переноситься в другие миры и смотреть на нас из будущего или из прошлого. Многим все-таки удается возвращаться. Сицилийские хроники за 1753 год рассказывают о том, что в небольшом поселении Токона, во дворе заброшенного замка, буквально растворился в воздухе ремесленник по имени Альберто Гордоне. Причем случилось это на глазах изумленных свидетелей. Почти три десятилетия спустя Гордоне появился на том же месте, на котором пропал. Он был крайне удивлен расспросами людей, где был. При этом признался, что попал в какой-то странный тоннель белого цвета, в конце которого был виден яркий свет. И мужчина отправился именно туда. И, как показалось самому ремесленнику, буквально через несколько минут ему удалось выбраться обратно в замковый двор. Незадачливый ремесленник был обследован врачами, и те пришли к выводу, что мужчина в здравом рассудке и не лжет. Есть случаи, когда люди стойко переносили подобные приключения, но и полностью снова возвращались в общество, и в лучшем случае рассказывали о своих приключениях иногда со смехом, иногда, как бы сказать, серьезно, но тем не менее понимали, что слишком много говорить, наверное, нельзя, поскольку во все времена за подобные рассказы вообще рассказчикам грозит, ну, как минимум, сумасшедший дом. Уже почти сто лет исследователи пытаются разгадать загадку ловушек дьявола и перемещений в прошлое. Первым ученым, чей эксперимент в этой области был официально зафиксирован, оказался Альберт Эйнштейн. Правда, согласно летописям, изучить феномен ловушек дьявола люди пытались и в доисторическую эпоху. Так, к примеру, античные философы и древнеегипетские жрецы, алхимики и эскулапы Средневековья постоянно находились в поисках способов управления временем. И иногда это даже удавалось. К примеру, в небольшом старинном монастыре в городке Люньен сохранился документ, который датирован концом 17-го столетия. В нем упоминается о некоем алхимике по имени Альбрехт, который при помощи философского камня сумел перенестись в эпоху Фридриха Барбароссы и позже составил подробный отчет о своем путешествии в прошлое. Кроме того, существуют некоторые косвенные доказательства того, что в нацистской Германии проводились эксперименты по созданию машины времени. По образу и подобию той, что стала героем пьесы Михаила Булгакова, Иван Васильевич меняет профессию. Только в Третьем Рейхе к производству такого устройства ученые подходили абсолютно серьезно. Контекст был такой, что трезвые люди уже в Германии к 1942-1943 году уже понимали, о чем идет речь. То есть было понятно, что, собственно, Рейх уже проиграет, и поэтому искались некие новые способы, включая даже самые экзотические, чтобы, собственно, каким-то образом спасти положение или ввести что-то, переместиться во времени возможности. Что касается Эйнштейна, то он, пользуясь разработками другого легендарного физика Николы Тесла, сконструировал электромагнитный прибор, с помощью которого в 1943 году сумел удалить из современной пространственно-временной матрицы эсминец Элдридж в МС США. На самом деле, эксперимент носил чисто утилитарный характер. Стояла задача разработать способ, при котором американские военные корабли были бы невидимыми для врага. Для этого на эсминце создали так называемый электромагнитный пузырь, то есть экран, отражающий сигналы радаров противника. Однако в ходе эксперимента выявился совершенно непредвиденный побочный эффект. Корабль стал невидим не только для радара, но и для невооруженного глаза. Более того, свидетели уверяют, что неожиданно увидели его в Норфолке, на удалении в сотни миг. Спустя некоторое время Элдридж вернулся на место. Пока корабль перемещался из филадельфийской базы ВМС в Норфолке обратно, члены судовой команды полностью потеряли ориентацию во времени и пространстве. То есть человеческие тела вошли в соприкосновение с неживой материей, то есть с обшивкой корабля, с металлическими конструкциями и оказались впаянными, в мороженными. Не хватает просто слов для описания вот этого кошмара, который там происходил. И все это было под наблюдением команды ученых. Последствия эксперимента оказались более чем драматичны. Из всего экипажа, а это 180 моряков, обратно из путешествия во времени вернулись невредимыми только 20. Остальные погибли от ожогов, облучения, поражения электрическим током и разрыва сердца. Впоследствии ученому пришлось уничтожить свой прибор и все чертежи. Существует поверие, что врата времени открываются исключительно под воздействием природных стихий. Гроз, землетрясений, штормов и цунами. Одним из первых письменных упоминаний о данной аномалии относится к 12 столетию от Рождества Христова. Хранится летопись в пантеоне Капеллана и императорского нотариуса Готфрида Ветербосского. В своей работе священник описал одну историю, которая произошла с монахами об адство Сен-Матия. Они на корабле направлялись к Геркулесовым столбам, но попали в ужасную бурю. Когда шторм утих, путешественники увидели, что судно находится в родной гавани. Однако все вокруг сильно отличалось от того места, которое монахи покинули несколько месяцев назад. Люди на берегу были одеты очень странно, говорили непривычно. Когда пилигримы сошли из корабля и поднялись в родной монастырь, то не узнали своего настоятеля. Совершенно другой аббат выслушал историю путешественников, потом просмотрел архивы и обнаружил там имена всех путников. Но запись была сделана 300 лет назад. Неужели обычная буря смогла спровоцировать такое странное путешествие во времени? Исследователи не отрицают такой возможности. Более того, некоторые утверждают, порталы в другое измерение как раз и открываются в те моменты, когда Землю постигают стихийные бедствия и природные катаклизмы. Такое наблюдалось в Китае в 30-е и 40-е годы, когда там было крупнейшее землетрясение в Нанкине, которое 500 тысяч человек погребло под собой. Именно тогда к этим временам относятся случаи описания исчезновения людей на улицах. То есть, бежит там какой-то кули с косичкой, везет тележку там с пассажиром, и он растворяется в воздухе. Всем этим явлениям пока нет вразумительного объяснения. Только различные предположения. Но кое-какие версии стоят внимания. Например, современные физики говорят, что перемещение во времени возможно благодаря магнитному излучению, которое еще до конца не изучено. Источниками этого излучения являются крупные космические объекты. А повышение солнечной активности, а также аномальные магнитные колебания нашей планеты могут стать причиной того, что врата судьбы будут открываться все чаще для человечества. Вот только стоит ли туда заглядывать? Последствия могут быть непредсказуемы. Поэтому лучше не рисковать и не торопиться пересекать границу параллельного мира, даже если врата времени открыты и манят в таинственное и загадочное пространство. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Объект выглядел как своеобразное зеркальное отражение расположенных на поверхности древних мальтийских храмов. То есть такой же храм, только... что этот храм, который по исследованиям, по представлениям оказывается достаточно большим, многоярусным, имел определенные залы, какие-то специальные такие комнаты, помещения, в которых в одних находил, сидел оракул наподобие дельфийского и вещал, и к нему приезжали паломники буквально со всего Средиземноморья. И то, что его еще называют иногда храмом смерти, это, в общем, не лишено оснований. Весной 1949 года археологам удалось проникнуть вглубь подземелья почти на 12 метров. Исследованное внутреннее пространство представляло из себя три уровня. Каждый шаг в лабиринтах давался с огромным трудом. В любой момент специалисты могли погибнуть в ловушках или навсегда сгинуть в каком-нибудь из тупиков запутанного лабиринта. И вдруг на третьем уровне в последнем зале невысоко над полом археологи наткнулись на несколько камер. Когда они попытались проникнуть в них, то всех без исключения охватила дрожь страха. В камерах в разных позах сидели и лежали скелеты. Причем не только человеческие. Тысячи. Десятки тысяч. Причем, судя по останкам, несчастные оказались здесь не одномоментно. Подземелье собирало их веками, постоянно обновляя таинственный пантеон новыми жертвами. Эти пещеры, они засасывали в себя людей и животных. Часто пропадали очень животные. Козы заходили туда безвозвратно. И люди. Вот это вот одна из загадок, которая до сих пор как бы не может быть разрешима до сих пор. Люди входили туда, их тянула какая-то неодолимая сила, как рассказывают некоторые свидетели, которым удалось оттуда выбраться. Те, кто пересекал какую-то черту, заходил за предел какой-то вот такой незримый, он уходил в другой мир. То есть было ли это подземнение? В Древнейшей не смогла преодолеть англичанка Луиза Джезапп. Она служила секретарем атташе по культуре в посольстве Великобритании на Мальте и занималась археологическими исследованиями. Луиза прошла через последнюю погребальную камеру и протиснулась через узкий лаз. В одной руке у нее была свеча, а в другой длинный шарф. Его девушка использовала в качестве веревки, по которому она спускалась вниз в пустоту. Неожиданно Луиза очутилась в огромном зале. Подняв свечу, она обнаружила, что стоит на небольшом выступе. Вниз уходила узкая, но глубокая, казавшаяся бездонным, подземное ущелье. Вдруг там же, внизу, Луиза увидела несколько покрытых волосами существ, похожих на людей, которые пытались задуть свечу незваной гости, и, наконец, метнули в нее чем-то мягким и влажным. Девушка в панике бросилась искать дорогу обратно и каким-то чудом выбралась на поверхность. По случайности, а может и нет, тоннель, через который пробиралась Луиза, почти сразу осыпался. Археологи попытались расчистить обвал, но ничего внутри не нашли. Шарф, который миссис Джезеп использовала в качестве страховочной веревки, оказался аккуратно отрезан чем-то острым. Все следы таинственных волосатых обитателей гиппогея словно испарились. Кто это был, какие-то реликтовые гоминоиды, прообразы снежного человека, или прообразы, наоборот, циклопа, полифема, гоменитого греческого персонажа, никто не знает. Просто это были гиганты, которые там жили. Вопреки многим мнениям о том, что эти пещеры были созданы, наоборот, гномами, карликами. С момента того происшествия прошло более полувека. Но о нем до сих пор с содроганием вспоминают старожилы городка Паула, а мальтийские исследователи продолжают спорить о том, что же такое на самом деле гиппогей. Его внутреннее строение действительно очень напоминает культовое сооружение, перевернутое с ног на голову. Возраст предполагаемого храма ученые оценивают в 6 тысяч лет. При этом непонятно, какие технологии могли использовать люди той эпохи, чтобы соорудить этот фантастический, по сути, подземный город в гранитной породе мальтий. Строители методично углубляли и расширяли трещину, пока не обрушивались целые секции скалы. Потом поверхность аккуратно выравнивалась. Это храм представляет из себя лабиринт. Лабиринт у всех древних народов – это стремление, это жизнь, это рождение, это смерть. Поэтому правильнее этот храм можно назвать – храм смерти, жизни и рождения. Лабиринт – это сущность человека. Каждый день человек сталкивается, ищет возможности преодолеть, преодолеть какой-то коридор. И каждый раз человек сталкивается с проблемой, большой или малой. Столкнулся – значит, он ищет путь дальше, как обойти. В облике мальтийских храмов нет ничего случайного. Они строились на протяжении нескольких тысяч лет, но всюду видны одни и те же архитектурные особенности и символы, повторяющиеся снова и снова, даже в подземных залах. И это говорит о том, что на протяжении всего времени существования этой загадочной цивилизации картина мира у древних обитателей Мальты оставалась неизменной. Этой цивилизации, скорее всего, которая имеет прямое отношение к мегалитическим культурам древнего Средиземноморья и Северной Европы, этой цивилизации от пяти, как минимум, до 15 тысяч лет. Одни говорят, что это древние Мальты, но все-таки сейчас ученые склоняются, что это все-таки иберийцы. Иберийцы – это был народ, который обитал на земле нынешней Испании, но они были прекрасными мореходами, поэтому множество было их колоний по Средиземному морю. Каждый из хромов чутко делится на внешнюю и внутреннюю зоны. Первая предназначалась для обыкновенных прихожан, а вторая представляла собой святая святых, куда доступ к посторонним был строго ограничен. Здесь, в святилище, жрецы в соответствии с только им известными ритуалами приносили жертвы богам и богиням, которым поклонялся народ древней Мальты. Одной из таких богинь могла быть Венера эпохи Палеолита. Статуэток с ее обликом, причем беременной, что немало удивляет историков и археологов, на острове найдено немало. Кстати, именно такие статуэтки, точно такие, были найдены у нас в костенках на территории европейской части. И это одно из звеньев связей, глубоких связей между нашими южными районами России, Украины, Крыма и Северным, Центральным и Южным Средиземноморьем, которые еще предстоит открыть. Несколько лет назад эксперты одного из общественных фондов изучения архитектурного наследия Мальты обнаружили странный эффект в подземном храме. Выяснилось, что строители преднамеренно использовали акустические возможности стен, чтобы создать особую частоту резонанса, приводящую к изменению состояния сознания человека. Ученые измерили резонансную частоту в подземных помещениях гипогея. Оказалось, что она находится в пределах 110 Гц. Это диапазон низкого мужского голоса. Чуть позже специалисты фонда провели опыт. Они пригласили статистов и подвергли их колебаниям звука в этих же самых пределах. Потом сняли с них электроэнцефалограммы. Результаты эксперимента показали невероятный эффект. У добровольцев произошло изменение мозговой деятельности и сознания, случились серьезные расстройства речи. Кроме того, оказалось, что частота в 110 Гц способствует активации правой доли коры головного мозга, которая отвечает за раскрытие интуиции, образного мышления, проявления эмоций. В таком состоянии легко медитировать и быть загипнотизированным. Исследователей очень удивил тот факт, что наши древние предки владели широкими познаниями в области акустики и функционирования человеческого мозга. По одной из версий, создание такого резонанса нужно было жрецам для того, чтобы они могли повергать своих послушников в гипнотическое состояние и проводить ритуалы. В Мальтийском национальном музее археологии имеют свое мнение об этом необычном акустическом эффекте. Они утверждают, что на втором уровне гипогея есть палата Оракула. Там находится маленькая овальная ниша, расположенная на уровне лица. Если в этой нише что-то произнести низким мужским голосом, то звуки резко отражаются от всех стен в подземном храме. Наличие помещений с хорошей акустикой, то есть это говорит о том, что в этих помещениях предполагалось проведение каких-то служб, каких-то мероприятий. И наличие статуи и других украшений, что опять же говорило о том, что здесь должны были находиться живые люди, которые должны были любоваться этой всей неземной красотой. То есть и наличие лестниц, переходов, и других удобств для людей живых, а вовсе не мертвых, которым все выше перечислено, не нужно. Есть вполне резонное предположение, что гипогей стал храмом смерти гораздо позже. Именно тогда, когда Мальту навсегда оставили древние обитатели. И опустевшее таинственное подземное сооружение стало ловушкой для людей, появившихся на свет в более поздней эпохе. Многие годы спустя люди, которые жили там на окрестных улицах этого городка Паола, где находится эта пещера гипогей, вот они слышали, якобы слышали, какие-то протяжные крики, стоны из глубины земли. Подходили к этому храму подземному и не могли просто оторваться от услышанного, что называется. Исторические летописи повествуют о совершенно удивительных вещах. Конец эпохи храмовых строителей Мальты имеет довольно точно обозначенную дату – 2300 год до нашей эры. Цивилизация, создавшая блистательные памятники культуры, в том числе и таинственные подземные объекты, исчезает внезапно и необъяснимо. В наше время было выдвинуто множество теорий, объясняющих эту загадку. Но ни одно из них нельзя считать вполне убедительной. Археологи не нашли никаких основательных свидетельств того, что цивилизация храмовых строителей погибла в результате природной катастрофы. Гипотеза о том, что мирные мальтийские земледельцы поли жертвы воинственных соседей, высадившихся на островах, также не нашла подтверждения. Новые переселенцы, появившиеся на Мальте в конце бронзового века, застали здесь уже опустевшие, но никак не разрушенные постройки. При этом нигде на побережье нет явных следов бегства древних обитателей острова. Но они как-то же ушли? И главное, куда? И здесь с высокой долей вероятности можно предположить, что гиппогей не столько храм, сколько тайное подземное убежище, а может быть даже портал для срочной тайной эвакуации с острова в случае смертельной опасности. И такой портал на Мальте, как оказалось, не единственный. Надо говорить о всех остальных подземных сооружениях на Мальте, а может быть даже правильно говорить о сооружениях того периода подземных в мире, их насчитывается достаточно много. Но даже если мы будем рассматривать подземные коммуникации только на одном небольшом островке за Тиреном посреди Средиземного моря на Мальте, даже в этом случае правильнее было бы говорить о разветвленной сети подземных дорог и подземных сооружений, между которыми, внимание, можно было путешествовать целый день. Действительно, что касается сети катакомб под Мальтой, то некоторые старинные источники указывают на то, что эта сеть разветвлялась не только под поверхностью острова. Ходы шли вглубь и в стороны, продолжались и под морем, и по слухам тянулись до самой Талии. По крайней мере, в древности, в античные времена, многие источники указывали на это. Можно сделать предположение. Древние обитатели Мальты оставили остров, перебравшись по тоннелям, проложенным под Средиземным морем, на материк. Но есть другая гипотеза. Никакие новые места на Земле древняя цивилизация не стала обживать. И никуда по тоннелям под морем не перебиралась. Жители Мальты, почувствовав смертельную опасность на поверхности, просто ушли вглубь острова, в те самые заранее подготовленные лабиринты, в точности повторяющие наземные храмы, но перевернутые зеркально. И в этих подземных лабиринтах они создали все условия для жизни, в том числе и энергетические установки для поддержания климата, фотосинтеза, производственной деятельности. Дело в том, что есть такое предположение. И в 80-х годах мне рассказывали знатоки, исследователи древности, что вероятно, вероятно, в центре, на большой глубине этого лабиринта, а это прежде всего лабиринт, находится так называемая перевернутая пирамида. Только лабиринт берет эту энергию и преобразует ее, как некий конденсатор. И, в общем-то, люди что-то могут уже там делать на этой территории. Значит, при наличии определенных условий существовать в подземелье возможно. Это кажется фантастикой, но во многих легендах разных народов говорится о существовании разумной жизни в недрах нашей земли. Как известно, легенды на пустом месте не рождаются. Причина исчезновения некогда цветущих цивилизаций – одна из самых сокровенных тайн. В мировой истории уже случались прецеденты, когда целые народы вдруг бросали жилища и уходили неизвестно куда. Так, в середине 10 века высокоразвитая цивилизация индейцев Майя в спешном порядке покинула свои города, оставив в домах вещи, даже не забрав со стола еду. После 17 века безлюдным стал остров Пасхи. Пропали люди, установившие гигантских каменных истуканов ростом до 21 метра и весом до 90 тонн. В торопях оставили массу заготовок для этих фигур, словно бы покидали родные места ненадолго. Однако катастрофы с индейцами и жителями острова Пасхи произошли относительно недавно, уже в нашей эре. На Мальте же что-то случилось в доисторические времена. Кстати, так называемый последний, он же третий уровень, в гипогее был построен в том же промежутке времени, когда создавшая храм цивилизация таинственным образом исчезла с острова. Получается, что она ушла в подземелье? А те таинственные мохнатые существа, на которых более полувека назад наткнулась английская исследовательница Луиза Джезап, и есть живущие поныне в подземном храме гипогей, потомки древних обитателей Мальты? Говорят, что ученым по этому поводу что-то известно. Но делиться информацией они пока не хотят. На некоторых участках работы исследовательские приостановлены, ну я бы сказал, да, может быть даже засекречены, скажем, ученые знают, что вот там за этой стеной есть ходы. Они уже простучали, допустим, знают, или что есть еще спуск, а там очень много тайников, лазов, какие-то камеры загадочные, таинственные, в том числе и погребальные камеры есть. Не так давно на Мальте археологи обнаружили еще один подземный храм. По предположениям ученых, он гораздо больше, чем гипогей. Смогут ли исследователи разгадать новую загадку? Время покажет. Нам же остается терпеливо ждать и надеяться, что скоро мы станем свидетелями невероятных открытий. Кто они такие? Ясновидящие, прорицатели, оракулы. Кто или что наделяет их таинственным даром видеть будущее и предсказывать последствия грядущих событий? На этот вопрос никто сегодня не способен дать хоть какого-то вразумительного ответа. У каждого прорицателя своя загадка и своя судьба. И Эдгар Кейси здесь не исключение. На самом деле, мне кажется, что это не люди из будущего, это люди, принадлежащие своему времени, но люди, научившиеся путешествовать в другом теле, в астрале, как сейчас модно говорить. То, что это относится к Кейси, это абсолютно точно. Что о нем известно и чем он знаменит? Прежде всего то, что Кейси, кроме своих культовых предсказаний грядущих Первой и Второй мировых войн, точно назвал дату и место убийства президента США Джона Кеннеди, предрек Великую Американскую экономическую депрессию, печально знаменитое землетрясение в Японии 2011 года, образование государства Израиля. Это он указал на то место в морской пучине в районе Бермудского треугольника, где может покоиться легендарная Атлантида. Всего же исследователями было обнаружено более 14 тысяч листов с предсказаниями Эдгара Кейси. И многие из этих предсказаний до сих пор не расшифрованы. А еще люди дали ему необычное прозвище – спящий пророк. Это его так назвала пресса. Его еще называют кентукский предсказатель, потому что он родился в штате Кентукки. И родился он в 1872 году. И буквально лет в 10 вдруг взрослые обнаружили в нем какую-то странность. Якобы он предсказал, девочка-соседка, которая заболела, и он вдруг уснул и во сне впервые сказал, как надо лечить. Взрослые передали это врачам и, короче, девочку вылечили. Страницы биографии великого ясновидца очень скудны. Однако среди них есть весьма любопытные подробности. Первый раз свой дар предсказателя Кейси применил на себя. Однажды во время детских игр он получил сильный удар мечом в затылок. Рассудок мальчика помутнел, поведение резко изменилось. Эдгар начал то плакать, то строить гримасы товарищам, то неожиданно истерически хохотать. Один из очевидцев этой сцены потом вспоминал. Кейси запрыгивал в канавы, перебегал улицы с растопыренными в сторону руками. В общем, вел себя категорически странно. Таким он и вернулся домой. Родители были потрясены. С трудом они уложили Эдгара в кровать и собирались уже вызывать доктора, когда мальчик сказал, «Срочно поставьте мне на всю ночь припарку на затылок. Я получил удар мечом по голове. Если не поставите припарку, к утру я полностью сойду с ума. А если поставите, выздоровею». Произнеся эти слова, Эдгар уснул. На всякий случай родители решили последовать его совету. От припарки плохо не станет. На следующее утро Эдгар был полностью здоров. Вот только ничего о том, что произошло накануне, он не помнил. Еще в школьные годы взрослые обнаружили, что вначале, в первых классах у него была великолепная память, он практически не учил уроки. И вдруг где-то там лет в 14 у него какой-то странный перелом произошел, что он ничего, перестал вообще что-либо запоминать. То есть какой-то жуткий провал в памяти. Он мог читать учебник, но никогда не мог там ни слова пересказать оттуда. Некоторые следователи, изучавшие феномен Кейси, считают, что дар ясновидца был передан Эдгару по наследству. Его мать слышала голоса, шепчущие ей, как поступить в той или иной ситуации. А дед и вовсе был необычным человеком. Сам Кейси вспоминал о нем так. «Чего бы мой дед ни коснулся, все росло. Это было похоже на волшебство. Более того, все колодцы в округе рыли там, где показывал дед, и всегда находили воду. Он мог двигать столы, стулья и другие предметы, не прикасаясь к ним». Своё самое первое предсказание Эдгар Кейси выразил не словами, а достаточно странным действием. Но было ли это действие осознанным или спонтанным, до сих пор остаётся загадкой. Он был влюблён там в соседку, тоже девочке там 12 лет примерно. И она куда-то должна была с родителями уехать за океан, то ли в Англию, то ли во Францию. И ему так не хотелось, чтобы она уезжала, и он каким-то образом про ней в дом и спрятал чемоданы этой семьи. И пока шли поиски этих чемоданов, естественно, семья опоздала на пароход. И вот тот пароход, на который опоздала эта семья соседей Кейси, потерпел крушение. То есть вот как бы впервые он спас своим умением предвидеть будущее. Одну из версий появления у Кейси необычных экстрасенсорных способностей высказала мать Эдгара. По её словам, однажды с мальчиком произошло нечто необыкновенное, о чём он мог поведать только ей. Это случилось тогда, когда Кейси, гуляя по лесу, вдруг наткнулся на женщину приятной наружности. И тут подросток обратил внимание, что за спиной у женщины что-то похожее на крылья. Кейси оторопел. Чтобы успокоить испугавшегося Эдгара, странное видение произнесло следующее. «Чего ты хочешь больше всего, то ты и получишь». «Больше всего я хочу лечить людей», – ответил подросток. Удивительное существо никак не отреагировало на пожелания Эдгара и исчезло так же неожиданно, как появилось. После встречи с таинственной незнакомкой внутри сознания Кейси произошло какое-то серьёзное изменение. Собственно, вот это отправная точка его таланта, так называемого. А мало ведь кто знает, что на самом деле Кейси – это чем прославился у себя в Америке. Он начал помогать людям, он начал лечить людей. То есть он начал даже, включая, рецептурные диагнозы давать. Некоторые склонны сравнивать Кейси с Вангой. И Кейси, и Ванга принимали сотни пациентов в день. К ним приходили много известных людей, включая президентов и министров. Ни тот, ни другая не видели своих посетителей. Ванга была слепой, а Кейси предсказывал во сне. Закрывал глаза, крепко засыпал, и в таком состоянии начинал вещать, подробно анализируя причины заболевания и подсказывая, чем лечить. Кстати, проснувшись, Кейси утверждал, что ничего не помнил, что говорил. Слова провидца записывала стенографистка. На приём к ясновидцу стояли огромные очереди. Во время каких-то, так сказать, лечения, хотя он много раз говорил, я не лечу человека, я просто подсказываю. И он всегда требовал, чтобы находился врач профессиональный вот во время того, когда он общается с больным. Поэтому, скорее всего, это просто одарённый человек. Это хороший аналитик. Не раз Даркейси пытались использовать для наживы. Ведь Эдгар в бессознательном состоянии мог не только ставить диагнозы, но и узнавать будущее. Ему предлагали предсказывать победу в соревнованиях и на скачках, определять результаты азартных игр за очень большие деньги. Но такая практика не приносила ему ничего, кроме головной боли. Кейси попробовал сделать эти прогнозы, он их делал в этом состоянии. Но они все, как правило, оказывались неудачными. Из чего Кейси сам делает вывод о том, что он призван помогать людям. Понимаете? Вот это очень важный отправной момент. В какой-то определённый час Кейси начинает понимать, что он способен видеть гораздо больше, чем скрытые недуги своих пациентов. Он вдруг начинает ясно представлять грядущие события. Сначала он предсказывает будущее известных ему людей, друзей и родственников. А чуть позже ему начинают являться судьбы целых народов и даже континентов. И открыл Кейси в себе этот дар после одного таинственного инцидента. Как он сам признавался впоследствии, он попал на борт какого-то непонятного космического корабля, в котором его внушили то, что он не совсем обычный человек. То есть его, как он сказал, внедрили в какую-то внутренность другого существа, которое может телепортироваться и в астральном теле переходить в любое место земного шара и космоса и вещать совершенно точно до подробностей о том, что будет и что было. Здесь стоит обратить внимание на один любопытный момент. Тогда человечество ещё не знало ракеты космических кораблей. А такое понятие, как неопознанный летающий объект, не мог приходить на ум даже самым изощрённым редактором бульварных газет. Но интересно, что далее Кейси рассказал о своём пребывании в череве этого космического корабля. Он утверждал, что некие люди подняли его над планетой и показали из космоса ближайшее будущее Земли. Именно тогда Кейси увидел последствия атомного взрыва в Хиросиме и Нагасаки. Он стал свидетелем страшных природных катаклизмов. Хозяева инопланетного корабля показали Кейси, как в результате мощного землетрясения превращаются в прах многие островные государства в Индийском и Тихом океане. А страну восходящего солнца постигает радиоактивная катастрофа. Кейси как будто видел многие стихийные бедствия, которые происходили в конце 20 века, в начале 21-го, происходили на территории земного шара. Извержение вулканов, цунами в Юго-Восточной Азии в 2004 году. И наводнение, и взрыв ядерного реактора в Фукусиме в 2011 году. То есть вот вещи, которые нельзя было угадать, которые можно было увидеть, пропутешествовать в другом теле именно в этот год. В 1934 году во время очередного транса Кейси предсказал глобальные перемены в мире. Европа изменится до неузнаваемости. Обе полярные области обнажатся, и произойдет смещение земной оси. Сдвиги в Арктике и Антарктиде приведут к резкой смене климата в тропических зонах планеты. Гренландия скроется под водой. Восточное побережье США будет разрушено. При этом Кейси не уставал повторять, что эти катастрофы призваны уничтожить изрядно нагрешившее человечество. Будут оставлены в живых только те, кто вел праведную жизнь. Именно от них, как некогда от Ноя, и произойдут другие люди. Подобная смена рас, по мнению знаменитого экстрасенса Елены Балавадской, далеко не нова. В этот раз появится уже шестое поколение людей. Но самое удивительное предсказание Кейси было о прошлом, о легендарном континенте Атлантида. Согласно Ясновидцу, континент трижды уходил под воду в результате смещения тектонических плит. Окончательная гибель оставшихся островов, по версии Ясновидца, произошла около 10 тысяч лет до нашей эры. То есть Кейси помещает Атлантиду, в принципе, в соответствии с указаниями Платона, где-то в район, собственно, Саргасово море. Вот так. То есть Кейси настойчиво говорит о реинкарнациях, о перевоплощениях, собственно, душ, которые жили в Атлантиде, в нашем мире. При этом я подчеркиваю, что Кейси глубоко религиозный человек. Вы должны на это делать скидку очень серьезную. Это христианин. Кейси сказал, что Атлантиду обнаружат в 1968 году в районе острова Бимине, входящего в состав Багамского архипелага. После предсказания туда отправилась группа исследователей аномальных явлений. Как говорится, на проверку. Пытлевым ученым удалось обнаружить на дне океана дорогу, выложенную из массивных тесаных плит, весом в 80 тонн каждая и длиной более полукилометра. Кто знает, может, это и есть доказательство существования некогда легендарного континента. Но самое удивительное откровение Кейси про Атлантиду заключалось в том, что многие бывшие атланты находятся среди нас. Это так называемый результат переселения душ обитателей древней цивилизации в тела современных людей. На одном из сеансов в 1943 году Кейси поведал одной своей пациентке, желавшей узнать про свою прошлую жизнь следующее. «Самое первое воплощение твоей души имело место в Атлантиде. Ты, которая сейчас женщина, была тогда мужчиной, жрецом в одном из храмов столицы древней цивилизации». Он видел Атлантиду тогда, когда она еще была великой морской державой. Он считал, что эта земля является, эта держава является как бы прародиной всех цивилизаций Земли, что до нее были другие державы, и что от нее остался огромный энергетический сгусток в виде кристалла, который находится на дне между Азорскими островами и Саргасовым морем. Что те сходства в цивилизациях, которые существуют между Старым и Новым светом, они все обязаны Атлантиде, которая имела свои колонии практически на всех материках, вплоть до Антарктиды и Австралии. Одно из самых последних пророчеств Эдгара Кейси было посвящено России. Незадолго до смерти, а точнее в 1945 году, великий ясновидец предсказал окончание периода коммунистического правления и распад Советского Союза. «Не успеет окончиться 20 век, как наступит крах коммунизма», писал свои пророческие строки в дневнике Кейси. «Коммунисты потеряют там свою власть». Он также говорил, что освободившуюся от тоталитарного режима Россию ждет кризис, из которого она благополучно выйдет. Вот таким образом все его пророчества и вообще жизнь Кейси в нашей стране была засекречена до 90-х годов. Мы не знали, кто такой Эдгар Кейси. Мы плохо знали и Мессинга тогда, но Мессинг жил у нас, мы не могли его не знать. Ванга была в социалистическом лагере, тоже мы не могли ее не знать. И она лечила и пророчествовала нашим высшим каким-то чинам и деятелям культуры и искусства. Кейси жил в Америке и был далек от нас. И советским корреспондентам, как вот мне известно, было просто запрещено о нем рассказывать. Здесь надо отметить очень важный момент. Кейси не раз возвращался к своим пророчествам о глобальных катаклизмах. При этом специально выделял Россию как страну, которая пострадает меньше остальных и возглавит возрождающуюся цивилизацию. А центром этой цивилизации станет Западная Сибирь. В религиозном развитии России великая надежда для мира, писал ясновидец. Народ или группа народов, которые будут наиболее близки в отношениях с Россией, смогут жить лучше, постепенно меняя условия жизни во всем мире. То есть фактически он предсказывает новое возрождение России и связывает почему-то, локализует это возрождение с Сибирью, например, в частности. Опять-таки, я бы не стал так безоглядно превозносить Кейси, и он сам себя, собственно, не превозносил, потому что он трезво действительно относился к своим способностям как таковым. Вот вспомните, например, на конец 90-х годов Кейси прогнозировал глобальную катастрофу, связанную с изменением угла, собственно, наклона земной оси. Этого не случилось. То есть у Кейси были промахи, и он прекрасно знал об этом. Он знал об этом, начиная с того периода, когда он попытался какие-то бизнес-прогнозы делать. В своих предсказаниях спящий пророк неоднократно упоминал о конце света и пришествии Мессии перед грядущим апокалипсисом. Кейси говорил, что у неверующих еще имеется крохотный шанс на спасение, который они должны будут использовать. «День Господень близко», — говорил ясновидящий. «Не думайте, что бед не будет. После разрушений грозящих миру в конце тысячелетия целью человечества станет строительство нового Иерусалима. Для тех, кто выйдет в новую жизнь, наступит новое понимание и возрождение. Тогда откроется новый Иерусалим не только как место в пространстве, но и как состояние души. Случится апокалипсис или нет, нам неведомо. Здесь можно верить великому ясновидцу, а можно и подвергать его пророчеству высокой доле сомнения. Но при этом необходимо заметить, что большинство предсказаний Кейси о грядущих катаклизмах сбылись. Кстати, удивительно, но в некоторых предсказаниях совпали не только места и даты катастроф, но также их сила и трагические последствия. Например, в мае 1960 года в Чили произошло крупнейшее землетрясение силой почти 10 баллов. В период с 1965 по 1971 год была зафиксирована серия землетрясений в Исландии. В мае 1988 года одно из самых крупных землетрясений в Антарктиде силой более 8 баллов. В августе 1999 года землетрясение в Турции, в результате которого погибло более 20 тысяч человек. Затем серия природных катастроф Юго-Восточной Азии и Японии. Все эти катаклизмы были предсказаны Эдгаром Кейси. Есть еще очень удивительное пророчество, которое осталось зафиксированным специалистами, просто в письменном виде. Кейси по поводу России. Это то, что к 3000 году Китай и Россия совместно колонизируют Марс и Луну. Там будут построены поселения, часть человечества переберется на эти, то есть на спутник Земли и на эту планету. И участвовать в этом будут только две державы, Китай и Россия. В последние часы жизни великий ясновидец записал еще несколько пророчеств. Вот одно из них. Люди будут жить 800 и более лет. Кто пожелает вечно, при условии, что войдет в коалицию странников во времени. Эмблему коалиции Кейси нарисовал белой гуашью на черном картоне. Это полупрозрачный шар, в котором двое. Мужчина и женщина. Исследователи предположили, что на рисунке Кейси попытался изобразить машину времени. Уж не на такой ли машине путешествовал сам пророк? Не продолжается ли его путешествие и поныне? В Америке поговаривают, и эти данные подтверждаются специальными службами, что могила Эдгара Кейси пуста, потому что, умирая, он вдруг исчез, став бесплотной серебристой дымкой. И еще. Кейси, став знаменитым, не испытывал недостатка в количестве преемников и последователей. Одна из них – 76-летняя англичанка Мэри Тоттенвуд, которая не так давно сообщила журналистам о том, будто получила потустороннее сообщение от своего учителя. Мэри сказала, что знаменитый ясновидящий даже с того света решил позаботиться о человечестве и передал своей ученице целый ряд предсказаний, согласно которым Землю ожидают новые катастрофы. Это прежде всего мощнейшее землетрясение в США, которое буквально разделит страну на две части. Извержение вулкана в Мексике, которое на две недели повергнет в темноту все население государства. Нам остается только ждать результата этих пророчеств.